Руслан, смотри, у меня есть друг, он хейтер твой, может сказать, что он лох, Дима Родионенко. А, не, я такой интересный. Ну, пожалуйста, ну, хотя бы расскажи ему, почему он твой хейтер, вот, ну, кратенько так. Дима Родионенко. Дима Родионенко, почему ты хейтер? Мы спасаем людей, мы помогаем людям. Мы спасаем людей. Ну, Митя, ты понимаешь, из-за этого ты тоже начал спасать. Абсолютно верно. Мы спасаем вас, и тебя, хейтер. Спасибо, спасибо. Спасибо. Даша, передай привет, Даша, горчичневой, горчичневой. Горчичневой, горчичневой, горчичневой. Все, пошли, пошли. Ну, а сейчас мы дойдем на ту, ладно? Да, пойдемте в сенек, там сфоткаемся все. Давай быстрее, вот. Там утренка-то. Мы сейчас это. Можешь ты это питать? Ну, конечно. Сейчас маленько отойдем в тень. Сейчас. Привет, Гидр, на это. Да, привет. Давай, Артему Гузову и Максу Кравцову. Запомнил? Артему Гузову и Максу Кравцову. Артему Гузову? Да. Передаю привет Артему Гузову и Максу. Кравцову. Кравцову Максу Кравцову и Кравцову. Привет. А сейчас еще один. Слышите, ты не отходи. А, а, а. Все, погнали. А что там кто-то собрал? А? Чекан. А. Давай, давай. Можно с вас еще? Спасибо. Это, короче, хейтер, ладно. Чтоб еще раз люди знали. Такие люди плохие пошли. Хейтеры, да? Да, ничего, без вас никак. Не было бы хейтеров, не было бы никого. Хейтеры продвигают. По сути, это и есть друзья самые лучшие. Все, Русик, давайте, все, фото нельзя его добавить. Какие-то? Можешь сестру мою поздравить? Да. Карпово Юлия. Карпово Юлия, поздравляю с безднем рождением. Желаю благополучия, удачи, благополучия, счастья. Желаю, чтобы удача была впереди и всегда неудачи. Проходил все на себя. Давай, Юлия Карпово, респект у тебя и уважуха. Спасибо. Вот он, Хекан где-то. Хекан здесь, да. Он в реалии. Кто бы мог подумать. А ты вон, надо туда остановить, чтобы все были спереди тебя. Чтобы задник не выходит. Когда в Чупернаде выходут, в обрече начинал, никогда бы не один километр. Сказать, когда мы проехали. Ну, это вот телега про то, что от граунд потом... Русик, Русик, потом... Да, 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 конечно. Пардон, да. Сейчас, ну что, Русик, давай. А ты убегай. Не, 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 мы же тебя звали. Так, кто? Давай и с Русик вместе сделаем селфи. А где Галечка? Хекан наша звезда. Галина, а кто может Галину позвать? К черту Филиппа Кирпорова, Баскова. Хекан наша звезда. Зош, на крестах. Звезда. Нет, спасибо. Все антихайп. Антихайп, респект. Антихайп, респект. Виктор СД. Хекан. Виктор СД, скажите. Виктор СД. Хан Замай лидер. Я не знаю, кто это. Респект. Хан Замай, это лидия антихайпа, создатель антихайпа. Респекту ему. И Виктор СД. Все, есть, готово. Я там съебался. Давай, поехали. Огромное количество фотографий. Отлично. Я даже в честь антихайпа, видишь, в антихайпе пришел. Ты же давал ему присяг. А рэпчик сам записываешь? Я за антихайп был, если буду всегда. Потому что они меня поддерживали, они меня поддерживали. Вот почему. Всегда. Я же не певец. Я же не певец. Потому что мне всегда Виктор СД говорил. Делай, как делаешь. И продвигай. Ну и как ты же поддерживал, короче. Витек, я сейчас, он, ну Витек, спасибо, что поддерживал. Спасибо тебе за все, за кофту, что прислал. Это именно Виктор СД прислал кофту. Класс. И именно Витек, и именно он послушает твои слова. Что ты хочешь сказать? Витя СД, я смотрел... Респект в Красноярске ждем. Респект ждем тебя в Красноярске. Смотрел твой Версус. Ты, конечно... Смотрел Версус, когда Виктор СД сказал, что в одних словах, что уедет в Абакан. Нет. И вообще... Ты не все смотрел? Мало смотрел, да. Нет, ты, если честно, не очень нравишься. Гарри, Гарри топор круче. Намного. Да, да, да. Ты это, это... Ты хейтер. Ты уже против Гарри. Это сходки. Гейкер тут боится, что сейчас будет вообще кровавролись. Нет, ну слабый он, на самом деле. Это ты слабый, а Виктор СД, респект, он мощь и сила. Витек. Тут поверь, тут... Ну, я понимаю, что против массы не попрешься. Тут бесполезно, тут бесполезно. Нет, 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 старида. Виктор СД вообще весь антихайп накроет вообще всю Россию. Все равно скоро будут знать про него все. Это бесполезно. Суббот начался с утром до вечера. Да, а как же Камар Парижанин? Слава КПСС, серьезно. Я завтра попал Галину, сейчас тебе приду. Есть свои лидеры, да? Во-первых, антихайп старается, он талантливый и пробивался своими силами. Каждый из этих хайпа пробивался своими силами. То есть, среди антихайпа есть Альфа-Санкции и Омега. И знаешь, сколько усилий им пришлось добиться, чтобы добиться, кем они сейчас есть? Да. Многие годы большого труда. Большого труда. Большого труда. Да. И не просто так было. Много было хейтеров, и они все равно шли вперед, несмотря ни на кого. Они до сих пор, они были андеграундом, но теперь они перестали. Были, если будут. Слава КПСС уже продался. Давай, Руся, давай какой-нибудь контент снимать. У кого такие предложения? Можно березу. Телега? Нет, нет. Руся, может там на скорость что-то выпить, я не знаю. Ну, как всегда, классический, что называется, контент. Ну, ты понял. Вот сегодня я уже вискос был. Что там еще? Будь, я не знаю, что ли. Ну, допустим, я не знаю, бутерброд? Ну, я не знаю, мы потом поедем. А ты же... Ну, ты хейтер, короче, и все. Да, я... Ты, наверное, просто... Нет, я за антихайп, но против Виктора СД. Я вызываю тебя на Versus Battle в Красноярске. Приезжай. Виктор СД. Он можно мощно зачитал на любом батле. Я видал, он мощно зачитывает. Да, но против моей читки ничего и смысла ничего не сделать. Ну, давай зачитай, посмотрим. Давай попробуем докажи свои слова. Ребята, пусть докажет. Зачем мне что-то говорить? А просто пустосвоном тоже не надо быть. Если ты сказал, говори... О, это ты тер на силу тер, как жирный мусор. Или тер, твой папа курит траву, косяк и так и сяк. Но курил, братву, забили бы на трех, что изначально было на двух. Ты готов убить за тебя? Хорошо ли спиться тебе? Под мухой жить. Спиться тебе, тупиться в уху, спиться тебе. Рау! Рау! Ну-ка, еще уважуха Виктору СТ. Знаешь зачем? То, что он не пьет, не курит, занимается спортом. И он... Да, зош на крестах, я такой. Он вообще за спорт и в форме всегда. Это раз в форме всегда. Правильно, Митя? Все правильно. Я считаю, что каждый должен жить, как он хочет. У каждого свое мнение, у меня мнение, и я занятикай был, если буду всегда. Кто-то может колоться, и это тоже. Поверь, Савина Руся диктатор, он тебя не простит, это все. Я тебе еще раз говорю, Витек не пьет, не курит, спортсмен, во-первых, добрый, хороший человек. Он счастлив, он счастлив в этом. А алкоголик, он счастлив в том, что он пьет. А мы лично говорим про это. Ты счастлив в том, что ты жрешь говно. Вот хейтер, хейтер, я спасаю твою жизнь. Если ты посмотришь, получается, и ты не будешь жить. Это же пиздец. Ты, наверное... Это ты из тиктока или из ютуба, или из инстед? Ты откуда пришел? Я? Из какой сети? С какой сети? Ну, ты сто пудово писал комменты. Нет, я вообще в интернете мало сижу. Ну, а как видос ты видел, если ты не видел? Руся, забей. Нет, я тебя вообще не знаю, я ради хикона пришел, понимаешь? Все, все, Руся, забей. А почему, если меня... Вот, вови. Леха, если меня не знает, как может человека обсуждать. Да, ребятки? Да. Если человека не знает. Я же... Если ты не знаешь меня. Сужу по видео, правильно? По видео ты судишь. А видео это контент для развлечения, для юмора. И плюс для спасения людей. Да, каждый счастлив в своем. Я тебя не осуждаю. Я просто говорю, что ты жрешь говно. Все. Это же факт. Факт. А во-первых, это юмор. А тебе это... Нет, ты понимаешь, то, что... Как бы я вискос назвал говном, правильно? Я же не сказал, что говно, то есть кал. А ты это воспринял как реальный кал, что ли? Нет, я тебе понял. Почему ты тогда обижаешься? Я не обижаюсь. Мне нравится, что хейтеры приходят. Мне нравится с ними спорить всегда. Я спорил с ними. И мне это наоборот удовольствие. Ну и в этом дело. Мне всегда удовольствие спорить с хейтерами. Все отлично. Да, я не хейтер. Я всех люблю. Спокойно. Ань, чихай. А ты, получается, пожизненный вру. Ты сказал, всех любишь, а сам говоришь второе. Сперва одно сказал, потом второе. Ну-ка, скажи. Я говорю, каждый... Ребят, ты сперва он начинает, да? Счастлив по-своему. Нет, смотрите. У сперва сказал, что, ну, всякое плохое, а потом говорит, что... Погоди, в чем плохое? В чем плохое я сказал. Я говорю, жрать говно это тоже хорошо. Каждый счастлив по-своему. Правильно? Я спасаю твою жизнь. Я показываю. Что надо и что не надо. И что? В чем я тебя осудил? Ни в чем. Вот теперь, Митя, давай вперед. То есть я не понял. Давай, Митя. Вперед, ты сперва. Ты споришь с человеком. Человека не беру. Но я факт, да. Я как бы забелся, но ради фана. Без хейтеров не было бы блогеров. Почему ты меня до тех пор считаешь хейтером? Потому что хейтер – это тот, кто не понимает, хейтер – это тот, кто не уважает. А я уважаю это. А как ты уважаешь? Ты же сейчас признал неуважение. Почему? Я говорю, все люди, они как бы счастливы по своим. Кто-то может жрать говно. Но я так же как нейтрально отношусь, по сути. Это не отрицание. Ольга, ну когда ты еще издеваешься, я думаю, о чем поговорим. Ну да. Это как нам, потому что коллеги говорят, постороннее. Конечно, вверх. Да, не воспринимай в серьез, пожалуйста. Покажи, например, как бы сказать, еще пару причин, почему-то так. Кроме вискоса, кроме еды. Есть другие жанры, есть другие стили видео. Ты по ним давай говори. Чем мне нравятся другие? Почему я должен сейчас? Ты получаешься против одного жанра этого вискоса, против одного жанра или против всех жанров? Я не против вообще ничего. Но ты за. Или ты нейтрал? Это же развлекал ухо. Ты нейтрал или за, или против? Не, я смотрю. Я просто не знаю, как остановить. И развлекаюсь, то есть. А почему тогда говорят, смотри, почему я подписан? Я не знаю, почему подписан. Почему ты не подписан? Нет, не подписан. Ты не будешь никогда подписан. Ну ты заходишь. Да. А, ты признал, все равно заходишь, хоть ты не подписан. Нет, нет, на самом деле я не смотрел ни одно видео. Но мне описали, мне описали. А ты по мнению других не судьи никогда, ты должен сам подчиненить. Что ты ел, допустим, и все. Знаешь, что 50 на 50 кто-то воспринимает хорошо, кто-то плохо. Если тебе, например, хейтер сказал что-нибудь, и ты не знаешь человека, ты должен сам посмотреть. Правильно, ребятки? Если сам не посмотришь никак. Давай сведем темы, я тебя умоляю. Я же говорю, все к этому демократично. Нет, это реально батл, ты завелся, мне насрать на самом деле. Понимаешь? Я смотрю, я могу смотреть одно, могу смотреть другое, мне все нравится. Я за, я за движуху просто. Это бесконечно, бесполезно. Мне кажется, ты хочешь подраться, давай, пиз, мир. Ты что, все нормально? Нет, я Дениса сразу же послал, он тебе это... Ты серьезно, ты завелся, да? Все, 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 ты что? Давай, Руся, о чем-нибудь, о хорошем, приятном, какой-нибудь, блин, конструкторе. А мне не то, что ты на меня, ты на меня можешь говорить, что хочешь, я не слушаю тебя. Ты просто сказал против антихайпа. Ты сказал против антихайпа. На меня могут... Кикан! Кикан! Антихайп! Руся, 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 давай, давай о чем-нибудь другом, я тебя болею. Руся. Он просто сказал против... Я считаю, антихайп это святое. Давай, пробуй, бани. Не вопрос. Это то же самое, что беседовать там хоть с верующим, хоть с верующим. Но представь, если идет кто-то... Какой-нибудь человек... Твоё мнение. Религия, понимаешь? И ты ему скажешь, что религия Y верна, вернее. Человек с религией X, он не будет убедиться. Понимаешь? И наоборот, если сказать человеку с религией Y, что религия X более вероятнее, или правее не в плане политических координат, а в плане истины, то он все равно не станет на эту тему. То есть вот самое между и вами, это бесполезно. Давай, а что у тебя хорошим, Руся? Ну давай, а чем хорошим, давай хорошим. ... У меня вот кот, допустим, есть. Во-первых, ладно, смотри, я спасаю твоего кота. Я спасаю твоего кота, смотри. Смотри, если я поел вискос, и меня не появилось в следующем видео. Почему? Значит, что-то случилось, и тебе нельзя кормить этим. Правильно? Кстати, вот смотри, как ты относишься к тому, что коты потом после вискоса подсаживаются на него и не могут есть, например, рыбу, мясо. Да, натуральную вещь. Почему, если в две чашки положить, например, чистое мясо, свежее, и вискос, а потом в одну чашку пойдет? Слушай, ты можешь, честно сказать, ты вискос, как часто употребляешь? Может, ты так же, как мой кот, подсел на него? Ну, я не скажу, но я, конечно, другая еда намного вкуснее. Я говорю, другая еда вкуснее, шашлыки-то лучше, в любом случае. Ну, конкретно ты сказать не смазать. Смотри, не познав вкуса вискоса, ты не можешь полностью оценить вкус шашлыка. Да, да, да. Слушай, на дядом поселке дороги отстроили, я, блядь, просто строил. Ну, там половина, как пополовину, где-то есть дороги, где-то так, ну, делаю, все нормально, делаю. Я и оцябрьский сделаю, как они не подарили. Ну, помаленько, делаю, не то, что везде. Где-то есть, где-то нет, все стараются. А что, я что-то не биолог, это, блядь, не самая. Билл нога, ну, я, блядь. Я прав, это, ой, не-не-не, про политику не надо говорить лучше, наведать про политику вообще. А, ты типа снимали, да? А ты не знал, что ли? Вот для чего этот тип так делал. Мэр Челногорска, я тебе против, ничего не имею, если что, увидишь, короче. А, надо. Ты тоже сейчас ебал. Ну, стои, фау, да ты не будешь, что ли. Короче, у меня есть тебе предложение. Я на 9-й пошел, скоро домой приеду. Через, ну, недели две. Короче, без каких-то, ну, либо левых каких-то, блядь, копирок. Сможешь у меня в клипе снять? Что-то посмотрим. Клипе? Клипе. А что на видео с такой, я уже не смогу. А где снимать? Да, блядь, что у нас негде, на котловане мы туда снять. Ну, можно тебе попробовать. Попробовать можно. На Бакане, вообще без разницы. Что, посмотрим, ну? Ты подумаешь. Окей, ну что, договорились. Ну, что, договорились. Все, готово. Это моя идея, моя. Ну, ладно, ладно, ладно. Ну, что, Витя, вперед. Ой, вперед. Вперед? Я с одним раунд, ты со вторым. А, со вторым? С хейтером? Да, раунд. Пошел. Только я и сам хейтер. Кого? Я говорю, и сам хейтер. Ну, давай. А что, говори. Что? За то, что мы спасаем людей, и мы спасаем спасатели. Я просто не в тему не врубился. Да, мы спасаем людей, мы пробуем разы, дегустируем еду, пробуем. Заведение, куда надо ходить планет. Заведение, куда ходить, куда не ходить. Где, что продают, куда не стоит ходить, где какая еда, где как. Это соответствует тому, что ты хотел заказать, то, что заказал, вкусно, невкусно, но в общем-то еду. Кашкаде, пацаны, хуевая еда. Так, может быть, вам не понравилось, мне понравится по-разному. Возможно, да. Но мы негустируем по определенным критериям, которые нужно посмотреть. Вкус, а именно мягкость, прожарка, именно другое. Да, мягкость, прожарка, то, с чем не споришь. Вкус, может, понравится, не понравится. Прожарка, если она, либо она есть, либо она нет. Либо она попала, либо не в пол. Либо булка мягкая, либо булка твердая. Если ты любишь мягкое, ты пойдешь туда. Если твердое, ты будешь знать, уже там твердое. Вот так. Вот, так что произмерим по каким-то параметрам, мы измеряем. А вкуса туда, это правильно говорит, что кому-то радится, кому-то нет. Кто-то любит одна, кто-то другая. Мне кажется, это те вещи, о которых не стоит спорить. Сказал, как отрезать. Друзья, передай пацанам с 9-го поселка привет. Передаю привет пацанам с 9-го поселка. Респект, удачи пацанам с 9-го поселка. А где Денис и батя? А давайте найдем Денис и батю. Кто-нибудь видел Денис и батю? Батя где-то там был. Батя где-то там был. А что это? Кстати, когда я начал канал, первые были хейтеры. Первые. Все первые были. Но он новый хейтер. Нет, когда я начал канал три года назад, все были хейтеры. Чем больше хейтили, чем больше я продвигался, тем больше обзывались, тем дальше я остановился. И чем наоборот шел на зло им. Смысл? Не было бы хейтеров, я бы дальше не прошел. Потому что когда нет хейтеров, тогда у тебя нету старания и упорства дальше продвигаться, показать им, что ты кто-то есть. Хейтеры тебя, получается, унижают и этим же заряжают тебя. Ты, значит, получается, думаешь одно, а помогаешь зарядкам другое. Смысл? Помогаешь продвигаться, что когда-нибудь... Смотри, правильно? Что обычный человек, который просто обычный, которого никто не знал, может кем-то стать. Может, это у вас зависть у хейтеров? Смысл? Может, у вас просто смысл зависти? Вот в чем дело. То, что обычный человек, типа, ты думаешь, вот есть то-се, а другие стараются и, получается, продвигаются дальше. Смысл зависти? Я не обижаюсь писать на тебя. Я понимаю всех хейтеров. Я наоборот сочувствую им. Потому что если вы завидуете, значит, вам нехорошо. Зависть всегда это плохо. Да? Хейтеры самые крутые зрители. Они сюда смотрят очень внимательно. Хейтеров очень жалко. Я означала до конца видео. Это самые преданные на самом деле зрители. Хейтеров жалко, и мне тебя очень жалко. Отдельно любить мою. Наоборот охота, чтобы ты кем-то стал. Как тебя зовут? Артем. Артем, давайте поддержим Артема, чтобы... Если будет стараться, пусть кем-нибудь станет. Артем, вперед. Стань кем-нибудь. И, может, когда-нибудь мы наравне с тобой выйдем. И ты, может, миллионы наберешь. А так я стану, как сейчас. Старайся. И потом докажи это. Старайся. Ну все, Артем, ты крут. Давай пять. Правильно, Мик? Все правильно. Спасибо, что подошел. Спасибо, что поговорили. Это реально смело. Ну, то есть не каждый может подойти вот так и начать разговор и как-то аргументированно его говорить, вести. Ты молодец. Это сильно. Я молчал. У тебя уже, короче... Если выйти помолчать, это уже очень сильный поступок, на самом деле. Потому что не каждый может выйти вот так помолчать. Кстати, у тебя задатки блогера. Мощные. Задаток блогера – это тот, который может толку сказать свое мнение, которое может легко высказываться, когда на тебя смотрят, и у тебя большие задатки. Ты можешь легко снимать, ты можешь легко все делать. У тебя есть задатки сейчас. Ну, просто задумайся. Ну, давай дальше пройдем батюшку. Да, пойдем батюшку, поищем Денису, посмотрим. А где батюшка? Сейчас, найдем. Хорошо, кто видел батю Дениска? Там, по-моему, с ним. На, вон. Так, где он? Где Дениска? И Максиму Павленко. А, вон. Здорово, Дениска, приятно. Вон, Дениска, короче. Дениска, вперед, Дениска. Здорово. О, привет. Дениска. Прости, привет, привет. А, где Дениска? А, короче, мы хейтера нашли. Где хейтер? Хорошего, которого... А, да, молодец. Я просто... Даже не... Ты... Молочайник. Да, почему молочайник. Давайте устроим хотя бы... А где Митит? А я сам не знаю. Денис, давай устроим конкурс. Есть три варианта. Первый корпус задает вопрос, мы отвечаем. Второй конкурс... А я тебя вообще потерял. Думал, ты где? Развал меня, потом потерял. Кто за конкурс? Типа то, что каждый будет выходить и проверять, как выдержит удар Дениса. Первый вариант. Кто за это? Поднимайте руки. А, я не смогу. Ну, ты сильно не надо, потому что это же люди, которые уважают. Просто, главное, постарайся не сильно. Может, наоборот... От меня или чтобы мне пресс-пределить? Ты будешь твою... Давайте выбирай. Кто первый? Удар куда? Пресс. Пресс пробей. Не опасно, не здесь, не здесь, не здесь. Давай вот туда выходим. Кто? Тот смелый человек будет. О, о, о. А, давай, все, давай. Выходи. Дядя, полетенцем. Вот сюда. Вот сюда. Ты выдержишь, я на тебя надеюсь. Денис, давай со всей. Давай еще не выдержать. Да она в пахни попадет. А, ты согласия при... Приносишь согласие на удар Дениса. При любых условиях, скажи. Да, приношу, приношу. Стойку, вставай. Сейчас, сейчас, чуваки. Вы ждите, потом. Пару секунд. Постараюсь. Да ничего, выдержать. Просто так. Это хороший человек. Человек чистой световой души. А почему не можно вот так вот сюда? Да ничего страшного. День, как кожи. От него разлетается даже пластик. Не то, что... Ну, давай, я уже готов. Он даже мой удар вдруг не почувствует. Ну, давай совсем. Здесь много сонников в один момент. О, 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 о. Не почувствовал я. Нормально. Можно держать. Здесь на ней. О, у тебя Федерка. Не, у меня Федерка. А, у меня Федерка 3000. Ну, ты видел. Так, кто следующий выходит? Кто следующий? Я, чуваки, я, как бы, оператор. Я жить, конечно. Не надо. Выходите. У меня только канал попьет. Ну, только кому 18+, выходите. Не, только кому 18+. Ну, я понимаю. Давай я подержу. Выходи. Выходи. Смелый человек выходить. Восемь на тебе сколько? Мне 20. Двадцать лет, все можно. Ну, ой. Чувак, я жизнь хочу. Выдержать. Давай. О, слушай, нормально. Нормально. Удар в печени кто не везет. Все, снял. Нормально держал. Пробитие не произошло. Кто подарил тебе цветок? Это донатик. 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 Вставай сюда. Не, ты чё? Я обязательно. Да, нормально. Дефективный. Ты чё? Я же ударил. Я рассыплю. Ты чё? Не, не, не. Я же вообще. А кто там удача? Ну, всем пока. Удачи. Это скотки 2019-28 числа. 15 часов 00 минут. Всем удачи. Продолжение следует.